Здравствуйте, друзья! С вами снова Нескучный сад в Питере и я, Любовь Смирнова. Подписчики давно просили меня снять ролик о сортах томатов. И сейчас самое время. Дело в том, что я совсем недавно опубликовала пост в своих социальных сетях, где пошла речь о томатах-двойниках. Поэтому сейчас мы охватим эту тему, а также я вам расскажу о тех сортах, которые планирую выращивать в новом дачном сезоне. При подготовке к этому посту, которым я рассказываю о томатах-двойниках, я очень долго занималась разным анализом. Я разговаривала с продавцами семян, я прочитала массу комментариев в моем блоге, также с коллекционерами общалась, много общалась на форумах. Поэтому та информация, которую я вам сегодня скажу, она достаточно исходит не только от меня, а от многих садоводов-огородников. И, конечно, возможно, кто-то скажет, что какие-то сорта ошибочно названы. Но мы, садоводы, простые, не селекционеры и руководствовались только, так сказать, конечным результатом. Если плоды идентичны практически, то выращивать в теплице мы считаем, что нет необходимости два или три таких же именно сорта. Достаточно будет одного из них. И вот сейчас мы сначала поговорим на эту тему. Выбор томатов, сортов, сейчас просто огромен. Вот даже у меня сколько лежит. Это, как мне сказали, что как в театральный вуз не прошли конкурс. Дело в том, что новичкам очень трудно разобраться именно в таком многообразии. И к тому же очень много сортов двойников появилось, как я уже сказала. Дело в том, что недобросовестные бизнесмены стараются нажиться на нас, на садоводах. Последнее время бизнес перекинулся на нашу тему. И многие бизнесмены покупают семена у коллекционеров через третьи руки, как это мне уже просто рассказывали сами коллекционеры, и выдают их за гибриды. Каким образом? А просто присваивают новое название, ставят F1, и, пожалуйста, цена в три дорого, и покупайте. Но мы же тоже виноваты. В чем мы виноваты? Потому что мы с вами зачастую, как дикари на яркие бусы, бросаемся на эти вот новые сорта, новые упаковки. Потому что мы привыкшие доверять тому, что написано. Раньше у нас не было такого изобилия сортов. И, конечно, хочется что-то купить новое, попробовать. Поэтому вот этот ролик у меня именно направлен на то, чтобы достучаться до тех, кто еще не знает, и подсказать новичкам, что происходит дальше. Когда агрофирма продала семена со знаком F1, гибрид, то покупатель, если ему очень понравился сорт, ну, этот гибрид, он возвращается снова к агрофирме за этими же семенами. На следующий год они стоят еще дороже. И в итоге нам надоедает платить втридорого. Что произошло с нашими садоводами? И как мы вот пришли к этому выводу, что настоящие сорта стали гибридами вдруг. Мне рассказывали, что видели сорт Мазарини с F1. А Мазарини, я вот сколько себя уже помню садоводом, я этот сорт видела раньше. Это был просто сорт популярный. А сейчас он уже появился в какой-то агрофирме, как F1. Я не хотела никого обидеть, когда сказала про туземцев, потому что я и сама такая, а это чисто просто так. Дело в том, что сама всегда тоже очень любила, новые сорта ждала, и денег не жалела, где-то на чем-то другом экономила. И в последнее время, конечно, я уже перестала верить рекламе, когда вот разобралась, что к чему. Представляете, ну, присвоила фирма F1, что это гибрид. А это что значит? Что этот сорт, он не будет повторять уже родительских свойств. И покупатель возвращается снова и снова. И это очень дорого. И сейчас. Есть моя знакомая, например. Она просто стала высевать эти семена, пробовать. А вдруг, говорит, вырастет. У нее получился F1, F2, F3. Ну, то есть, получается, что это сорт, который совершенно повторяется. И уровень урожая, и абсолютно все же те же свойства. Ну, это говорит о том, что это действительно обман. Поэтому многие уже перестали доверять этим фирмам с навязчивой рекламой, которые вот просто со всех, как говорится, утюгов. Нам сейчас твердят, что наши сорта, наши гибриды самые лучшие. И сегодня вот я сейчас вам расскажу для примера. Вот, допустим, я буду заглядывать в бумагу, потому что боюсь вам ошибиться с этими сортами. Это все, что мне писали, что я вот накопала сама. И просто вам расскажу сейчас вот, что есть кто есть кто. Потому что, представляете, мы вот купили сколько-то томата. Вот у меня в теплицу я по две штуки сажаю каждого сорта. И у меня их входит не больше сорока, так? А я посажу три названия. Они у меня вырастают одинаковые. Что происходило с моими подписчиками, они мне об этом рассказывали. А теплица-то у нас не резиновая, правильно, хочется много попробовать. И, конечно, это не очень хорошо. Этот обман потеряем. Мы за это время теряем не только деньги. Мы теряем место в теплице. И мы теряем просто дачный сезон, что за это время мы не успели попробовать. А сколько у нас этих дачных сезонов? Или что там, как говорится, впереди? Поэтому жалко, конечно, и времени потерянного, и денег. Ну и обидно за обман. И вот, чтобы подтвердить мои слова вышесказанные, я сейчас вам зачитаю яркий пример. Смотрите. Сорт Блаж американской селекции. Внешне один в один с сортом золота Амишей. Дамские пальчики, медовые пальчики, золотая россыпь, стыдливый румянец. Это недорогие достаточно сорта в других агрофирмах. И вдруг они превращаются в наши известные агрофирмы. Вы наверняка догадались, какой. Превращаются в дорогой гибрид Котя. Кстати, у этой фирмы, по мнению коллекционеров Семян, треть ассортимента просто переименованного. Но продающегося по гораздо завышенным ценам. Больше всего названий в продаже встречает сорта Аурия. Это вот такие томаты специфической формы, конечно. Это экзотическая, вернее, форма плодов. Их количество, их очень много на кусту. Они вызывают всегда интерес у наших гостей. И смотрите, если вы не хотите одинаковые посадить в теплице, то тогда имейте в виду, что у них двойники. Ну, может быть, и не совсем двойники, но очень похожи, что по вкусу. И все они не сочные. То есть у них есть одно вот такое общее сходство. Я выращивала казанову. Первый год он у меня не получился. И я решила попробовать. Он просто не успел созреть. А второй год я его посадила пораньше. Он у меня вырос. И он очень красивый такой в теплице. Весь был увешан вот этими плодами экзотическими. Но по вкусу пока было много других томатов. Мы их мало употребляли. Но потом все томаты были убраны. А эти так последние дозревали в теплице. И мы как-то распробовали их. Особенно мне понравились они вяленые. Потому что они такие как бы не очень сочные. Вялить их было одно удовольствие. И также они были хороши в консервации. Поэтому вот смотрите, какие сорта еще вот имеют быть представлены. Двойники забава, женская радость, адам, мужское достоинство, эрос, мужские, дамский каприз, жигола. Причем могут даже попадаться разные окраски плодов. Но одинаковые формы. Поэтому если из этих какой-то другой цвет. Но это все равно имейте в виду. Что там-то будет нарисовано. Вы узнаете, что если это желтый, вам он нужен. То пожалуйста. Так что скажу честно, мне эти томаты, несмотря на то, что говорят, они не сочные, не вкусные. Понравились. И я его забираю на будущий сезон с собой. Также много очень путаниц с черриками. Черри, особенно вот эти черные, ну темные считаются. Смотрите. Черный шоколад, афро-черри, черная вишня, черный черри. Это все тоже один и тот же сорт. Так что, и учитывая то, что они вырастают огромные. И стволы лезут у них просто как спрут. И у меня в прошлом году один рост такой. Это заняло уже буквально весь угол теплицы. Ну представляете, если мы посадим три вот таких сорта. То нам другим просто места не останется. Также часто бывает путаница с сортом Summer Sun. Это идет латинская, английская версия. Но по-русски бывает написано тоже Summer Sun на других сортах. Ну то есть это одно и то же. И те же знаменитые черри-краски. А также летнее солнце. Черри-краски, кстати, от того же производителя гибридов. Коктейльный сорт Акмор и Трежа тоже имеет братьев-близнецов. Это золотой лимон, сокровище, цитрусовый сад, цыпочка, сокровище с Акмара и золотая канарейка от той же известной агрофирмы. Также это маты-двойники Анна Герман, лимон Лиана и Чудо Света. А сорт американской селекции Chocolate Stripes во многих каталогах представлен как полосатый шоколад. Шоколадные полосы, полосы шоколадного цвета. Ну говорят, что даже амурский тигр. Некоторые говорят, что они очень похожи. Но тут возникают часто разногласия, потому что, видимо, кому какие семена попадаются. Шоколадная зебра. Возможно, между тигром и зеброй найдется какая-то разница в листьях, в форме куста, в сроке созревания. Но я всегда все равно буду выбирать один из них. Плоды очень похожи, по вкусу практически одинаковые. Даже если там немножечко кислинка, разница. Но мне не надо одинаковых плодов. Поэтому я выберу один. Так как сама я выращивала и амурского тигра, и полосатый шоколад, и полосатую зебру. Во внешнем виде и особого вкуса я разницы не заметила. Ну и еще повторяющиеся сорта. Значит, сорта Voyage и Raysse Tomat. Minusinские стаканы и Königsberg. Cherry, краски и ясик. Загадка природы. Золото инков и сокровища инков очень похожи на оранжевый русский. А вот сорт Grabs Mystery фигурируется под названием «Зеленая загадка мистера Грина». Ужасное название «Зеленая тайна личинки», который меня всегда отпугивал. Я только из-за названия его не покупала. Загадка зеленых плодов. Граб мистера Грина. Ирландский ликер. Ромовая баба. Малахитовая шкатулка. Это уже пошли от агрофирмы Аэлита. Похожие очень. Я, собственно говоря, тоже разницы не заметила. Предвижу. Можете возразить, что, дескать, какая-то незначительная разница есть. Но я пришла к выводу, что мне тоже достаточно одного из этих сортов. Потому что, во-первых, они зеленые. Ну, такие жертоватые, зеленые. Они очень вкусные, сладкие, ароматные. Для салата великолепно. Но больше одного кусту, чем один куст, мне он не нужен просто в теплице. Потому что, когда они перезревают, они очень быстро перезревают. Они начинают лопаться, течет сок. Ну, собственно, мне этой красоты не надо. И поэтому в этом году я даже решила отказаться. Я выращивала и малахитовую шкатулку, и ромовую бабу. В прошлом году ирландский ликер. Но в этом году я хочу попробовать изумрудное яблоко. Я их взяла у коллекционера. Она очень хвалит их. Хочу попробовать. Ну, собственно, вот достаточно мне будет, я думаю, этого яблока зеленого. Потому что, если вот так вот разобраться, я все-таки больше люблю красные томаты. Ну, пусть они будут розовые, пусть они будут полосатые. Но чтобы мякоть была приличная. Вот если я сделала, допустим, сок томатный, что он должен подходить на томатный сок или не на какую-то бурую такую неизвестную субстанцию. Также очень много путаниц с сортами бычье сердце. Ну, мы все, нам всем знаком этот сорт. Он давний, вкусный. Все их любят. И сейчас их появилось просто безумное множество. Вы знаете, я в прошлом году решила попробовать. Я выращивала бычье сердце фиолетовое, бычье сердце розовое и бычье сердце красное. Прям три вот подряд посадила. И они у меня росли рядышком. И когда я начала уже готовые плоды снимать, я что вам хочу сказать, разницы в цвете практически не было. Они были примерно одинаковые. Ну, буквально тот, который назывался фиолетовый, он просто чуть-чуть был покраснее, чем, допустим, розовый. Ну, а по вкусу вообще вот, ну, бычье сердце и бычье сердце. И вот смотрите. Сейчас, кстати, повторяются названия. Это бычье сердце черное. Бычье сердце, черное сердце Америки. Поэтому от классического бычьего сердца я отказываться не буду. Я его буду продолжать выращивать. И поэтому красное, мясистое, вкусное, ну, всеми нами любимые плоды, они у меня на постоянном прописке, как говорится, в теплице. Потому что, ну, незначительные вот эти отклонения в цвете, они меня тоже мало интересуют. Поэтому, кто дорожит местом в теплице, можете воспользоваться моим советом и моим опытом. Ну, и хочу сейчас зачитать еще вот несколько вот таких вот двойничков. И в итоге потом мы вот этот вот список просто поместим в описании ролика, чтобы у вас он был под рукой, если понадобится вдруг. И также туда же мы поместим список тех 20 сортов томатов, которые я планирую посеять в этом сезоне. Значит, смотрите. Черная магия и сержант Пеппер. Безумие Кэссиди и перцевиндный полосатый. Сержант Пеппер. А, ну это я уже сказала, и черная магия. Черная красавица и Блэк Бьюти. Вроде как бы вот кто переводит, это одно и то же, но тем не менее вот они будут разные на пакетиках надписи. Поэтому кто-то разберется, кто-то нет. Де Барао черный и чернослив. Паста Итальяна и Алые Свечи. Олеся, Золотой Кенигсберг и Южный Загар. И мне многие написали, что очень похожими оказались ботяне, пудовики, севрюга. Но кто-то писал, что ботяне с пудовиком разные, но опять же это, видимо, зависит от того, кому достались какие семена. Потому что мне несколько человек написали, что буквально посадили рядом ботяню с пудовиком и выросли два абсолютно одинаковых сорта. Это не один человек мне так писал. Хали-гали и фуэте. Вроде как бы все-таки танцевальные названия. Ну, в общем-то, вот они, пожалуйста, оказывается, один сорт. Ну, ладно. По двойникам закончим. И сейчас я расскажу о том, что я собираюсь сама посеять. Смотрите, я примерно собираюсь посеять 20 сортов. Вчера я очень долго тут раскладывала пасьянс, все решала, все выбирала. Вот вы видите, сколько у меня ушло. И получилось что? Я отдаю предпочтение все-таки индотерминатным сортам. Это сорта высокие, без ограничения роста. И, кстати, для новичков хочу подсказку сказать, потому что тут у меня несколько человек спросили. Вот, говорит, запомнить не могу. Индотерминатные, детерминатные, где как? Вот смотрите, как я запоминала, когда только начинала. Индотерминатные названия длинные и томаты высокие, без ограничения роста. Детерминатные, короче название, и томаты ниже, которых ограниченный рост. Поэтому вот возьмите себе, кто не может запомнить, вот эту вот такую подсказочку. И, знаете, томаты для открытого грунта или вот эти вот низкие, я просто никогда не признавала. Но дело в том, что в прошлом году мне в магазине семян, у нас тут рядышком семян, где я всегда отовариваюсь, люблю, я туда хожу просто вот помедитировать иногда. И мне там продавец подсказал, говорит, вот возьмите, не пожалейте, попробуйте томат турбореактивный. Я говорю, фи, он же низенький, я его не люблю. Она говорит, зато он суперранний. Вот он всех вас опередит. Я в это плохо верила. Рос он каким-то таким маленьким замухрышечкой по сравнению с моими детерминатными и индетерминатными сортами. И поскольку я считаю, что теплице должно использоваться все пространство на всю высоту, поэтому я его в теплицу не посадила, а посадила его в тепличку-хлебницу, парничок, невысокий. Но мой раз он маленький, тут ему и место. В теплице, конечно, гораздо теплее было. Мы там и во время похолодания ставили тепловентилятор. То этот сидел просто прикрытый лутросилом у меня. И самое интересное, что он первый заплодоносил. Когда он очень быстро начал вязать томаты, и очень быстро, в общем, начали краснеть они. Я даже не ожидала. У меня ни один в теплице томат не покраснел, а этот шустерик опередил всех. И томатов было так много, что я его не посынковала, ничего ему не делала. Он просто разваливался от томатов и лежал буквально на земле весь красный. Мы их в первую очередь запустили в переработку. И, кстати, томаты неплохие, они не водянистые, они такие достаточно вкусные были. Поэтому в этом году я его опять же заберу на будущий год чисто для такого раннего потребления. И вот сейчас я скажу буквально сколько сортов я взяла с прошлого года, которые у меня прошли отбор. И я решила их снова выращивать. Это вот сорта «Бабушкин секрет». Огромные вкусные плоды доходили до 850 грамм. Есть фото, покажу вам. Забираю казанул, как я уже сказала. Жаркие угли. Бычье сердце красное. Шоколадную зебру. Чио-чио-сан. Там кисти просто до 2 килограмм. Представляете, вот такие вот огромные кисти. Поэтому эти сорта пойдут со мной на будущий год. Также я докупила несколько новых сортов моей любимой сибирской селекции. Ну, люблю я их. Они все-таки для Санкт-Петербурга, для нашей зоны рискованного земледелия, северо-запада очень хорошо подходят. Это гармогель, африканский коричневый, вождь краснокожих и нонна М. Я так подозреваю, что в честь нонны мордюковой, наверное. Вот африканский коль, ну вот они все. Остальные сорта мне прислали коллекционеры. Я заказывала. Так что, как я вам уже сказала, я все-таки больше обращаюсь теперь к коллекционерам. У меня эти гибриды, в общем-то, до лампочки. Ну вот я вам показала то, что можно было показать, которые купила, которые взяла с прошлого года. И сорта мне, которые прислали коллекционеры, они без картинок. Я просто вам их зачитаю. Это восставший звездный истребитель, черный каскад, это черри, кстати, розовый сибирский тигр, девичьи слезы, заржавелое сердце Вереста, рубиновый сюрприз, медная река, таксхорн. Я в прошлом году, кстати, его выращивала, забираю, он мне понравился тоже. Знаменитая клубника Миссис Шлаубах. Вот эти вот сорта от коллекционера. Друзья, спасибо, кто дослушал меня до конца, потому что слушать долго неинтересно, наверное. Но, тем не менее, я предвижу, что кто-то, может быть, и оспорит то, что я сказала сейчас. Но я простой садовод-любитель. Такие же у меня друзья, которые выращивают те же томаты. И информация не только о том, что я пробовала выращивать. Я озвучила и то, что мне рассказывали. Ну, я уже вам рассказала, как я готовилась к этому ролику. Поэтому, если даже и есть незначительные изменения, кто-то говорит, что, возможно, там срок созревания чуть другой. Или томаты чуть кислее. Но если они выглядят одинаково и практически вкус... Ну, я не вижу разницы. Мне они абсолютно идентичны. Поэтому, я повторюсь, теплицы у нас не резиновые. Зачем платить дважды? Я буду выбирать по одному сорту. Дело в том, что мне так и дешевле, и выгоднее. И места мало. У нас проблема с местом. Желаний очень много. Сортов безумное количество. А место, увы, ограничено. С вами был Нескучный сад в Питере. И я, Любовь Смирнова. До новых встреч!